Здание швейного цеха на улице Стромынка на востоке Москвы загорелось в субботу вечером. Площадь возгорания достигла 3000 квадратных метров. Обрушилось здание цеха. С огнем боролись более 120 спасателей. Пожар был ликвидирован глубокой ночью. При разборе завалов спасатели обнаружили обгоревшие тела 12 человек, в том числе трех детей. Один из них – годовалый младенец. В цеху, где занимались пошивом подушек и одеял, работали и проживали мигранты из Средней Азии. Среди погибших 8 граждан Кыргызстана, все уроженцы Баткенской области. Погибли также два наших соотечественника, имевшие российское гражданство, а также двое граждан Узбекистана. Сотрудники посольства незамедлительно выехали на место происшествия, а также затем выехали в отделение внутренних дел Сокольники. Проведена также встреча с руководством следственного управления, в ходе которого определены совместные мероприятия, в том числе по установлению личности граждан и с требованием необходимых документов ИСКР. Спастись из пожара удалось двум гражданам Кыргызстана – одному россиянину, также этническому Кыргызу, и одному гражданину Узбекистана. Как сообщается, на месте пожара обнаружено сразу несколько источников распространения огня. Как предполагает следствие, это был умышленный поджог. По факту пожара, повлекшего человеческие жертвы, возбуждено уголовное дело. По неподтвержденной пока информации, швейный цех принадлежал также гражданину Кыргызстана. Личности погибших уже установлены. Среди них четыре женщины. Стела направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также выясняется, в каком статусе эти трудовые эмигранты пребывали на территории Российской Федерации. Когда граждане Кыргызской Республики работают легально, то есть выплата компенсации, помощи и так далее. Если вдруг окажется, что они работают нелегально, то, конечно, надеяться на помощь со стороны российского государства, это, наверное, невозможно. Как сообщает служба миграции, в Кыргызстане компенсации семьям погибших и пострадавших будут выплачены независимо от их трудового статуса. Каждый ущерб будет рассматриваться индивидуально. Сейчас решается вопрос, когда тела погибших будут доставлены на родину. Сейчас проблема у нас с транспортировкой уже налажена, потому что, по нашим данным, две авиакомпании осуществляют транспортировку на безвозмездной основе транспортировки. Это ир Кыргызстан, ир Мишкель. Соболезнования родным и близким погибших выразил президент Алмазбек Атамбаев и распорядился оказать материальную помощь. Кроме того, оказать содействие и помощь семьям погибших и пострадавших пороченной Министерству иностранных дел. В случае их прибытия в Москву сотрудники посольства Кыргызстана в России будут встречать их в аэропорту и размещать гостиницы за счет средств дипломатического представительства.